В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. В июле 2016 года вступили в силу законодательные изменения, которые, по сути, меняют порядок взаимодействия бизнесменов, осуществляющих наличные расчеты с покупателями или потребителями услуг. С главным государственным налоговым инспектором контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы России по городу Севастополю Натальей Зацаренской мы поговорим о том, как в Севастополе проходит адаптация нового законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Давайте еще раз уточним для телезрителей, когда вступил в силу закон и какие сроки важны для налогоплательщиков по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. С 15 июля 2016 года вступил в силу, за исключением отдельных положений, федеральный закон номер 290 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, а также в другие законодательные акты. И именно вот этот закон 290 и внес изменения по применению контрольно-кассовой техники по порядку ее регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета. С 1 февраля 2017 года начинает действовать новый порядок регистрации, перерегистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах. Поэтому сейчас прежде чем зарегистрировать новую технику, необходимо заключить договор с оператором фискальных данных и только после этого уже можно регистрировать кассовую технику. Старая кассовая техника будет применяться до 1 июля 2017 года. Но хочу обратить внимание еще тех налогоплательщиков, которые применяют спецрежимы. Они присоединятся к применению контрольно-кассовой техники с 1 июля 2018 года. А предъявляться какие-то требования особые к этой технике будут? Она должна быть принципиально новой или все-таки старую можно модернизировать? Смотрите, кассовая техника должна быть онлайн-кассой так называемой. Что это значит? Кассовая техника обязана обеспечить записи хранения фискальных данных в фискальном накопителе. Также кассовая техника должна сформировать фискальные данные и обеспечить их передачу через оператора фискальных данных в налоговую службу России. Также эта техника должна будет сформировать расчетный документ, распечатать его и также в электронном виде направить на абонентский номер, либо на электронный адрес налогоплательщика. Старая кассовая техника, которая сейчас уже есть у налогоплательщиков, ее можно модернизировать. То есть не обязательно бежать и покупать новую, но для этого необходимо узнать, можно ли ее модернизировать. Где, как? Куда обращаться за информацией? Для того, чтобы узнать, можно ли модернизировать кассовую технику, которая уже применяется, необходимо обратиться либо на завод-производитель, либо в Центр сервисного обслуживания, который обслуживает кассовую технику, которая сейчас уже применяется налогоплательщикам. Либо обратиться на сайт Федеральной налоговой службы налог.ру. В рубрике «Новый порядок применения КГТ» можно узнать, не выходя из дома, эту информацию. И если же кассовая техника подлежит модернизации, пожалуйста, ее можно будет использовать, модернизировать и использовать. И не нужно будет покупать старую. Но если модель, которая сейчас уже используется, не может быть доработана, тогда, конечно же, придется купить новую косую технику. Которая будет соответствовать закону. Соответствовать требованиям закона. То есть вот это вот все, что нужно сделать, чтобы эту технику модернизировать, которая подлежит модернизации. Которая подлежит модернизации техника. Значит, первым делом мы узнаем, подлежит ли она модернизации. Затем приобретаем комплект модернизации фискальный накопитель. Снимаем старую кассовую технику с регистрационного учета в налоговой инспекции. Производим все процедуры по модернизации. Заключаем договор с оператором фискальных данных и регистрируем. Уже это будет не старая кассовая техника, а модернизированная. И модернизируем ее в налоговой инспекции. Можно либо через личный кабинет, либо прийти в инспекцию и зарегистрировать. А сколько это по времени займет? По времени занимает это минут 15-20 максимум. То есть налогоплательщик может абсолютно спокойно находиться в доме, никуда не выходя, зайти на сайт федеральной налоговой службы. В личный кабинет либо юрлица, либо индивидуального предпринимателя зайти в раздел «Новый порядок применения ККТ». При наличии электронной квалифицированной подписи он подает онлайн заявление в федеральную налоговую службу. После этого налоговый орган проверяет все данные, которые внесены в заявление, направляет об этом сообщение налогоплательщику регистрационный номер. Налогоплательщик вносит его в регистрационный фискальный накопитель. Фискальный накопитель направляет отчет в налоговую инспекцию. И уже оттуда приходит отчет о том, что налоговая кассовая техника зарегистрирована. И, пожалуйста, налогоплательщик уже снова зарегистрирована кассовая техника и не нужно обращаться в инспекцию лично, не нужно приносить, как раньше, на осмотр кассовую технику. То есть все очень быстро и доступно. Я думаю, все запомнили, очень подробно все рассказали. Спасибо. В каких случаях можно без ее применения обойтись вообще без контрольно-кассовой техники? В законе 54 ФЗ о применении контрольно-кассовой техники в статье номер 2 определен порядок, там достаточно обширный перечень видов деятельности, при которых кассовая техника не применяется. Но вообще на территории Российской Федерации все налогоплательщики, осуществляющие наличные расчеты, обязаны применять контрольно-кассовую технику. Кроме вот этих вот исключений, которые указаны в статье 2 закона 54 ФЗ. Налогоплательщик может почитать в этой статье, нужно ему применять или не нужно ему применять при его виде деятельности эту контрольно-кассовую технику. В самом начале беседы Вы уже упоминали предпринимателей, находящихся на спецрежимах. Что это за спецрежимы такие? И могут ли они не применять эту новую контрольно-кассовую технику в этом году? Налогоплательщики, которые осуществляют свою деятельность на патентной системе налогообложения и на ЕНВД, они могут в этом календарном году не применять контрольно-кассовую технику, но обязаны будут выдать по требованию покупателя расчетный документ, который удостоверяет все расчетные документы о том, что произошла оплата за товар. Этот документ должен обязательно содержать необходимые реквизиты, а вот уже в следующем году, с 1 июля 2018 года, они также будут обязаны применять контрольно-кассовую технику. То есть никуда все равно не уйти от обязанностей будут исполнять. А вот каким образом осуществляется отбор налогоплательщиков для проведения проверок? И кто может стать объектом этих проверок? Отбор субъектов хозяйственных для осуществления проверок происходит на основании предпроверочного анализа. То есть налоговый орган, прежде чем выйти на проверку, проводит все возможные анализы деятельности налогоплательщика, анализирует его бухгалтерскую налоговую отчетность, смотрит движения на расчетных счетах, обращает внимание на информацию, которая размещена во внешних источниках, СМИ, сеть интернет, также проверяет информацию, которая поступает от органов внутренних дел, Роспотребнадзора, правительства города, других надзорных контролирующих органов. И после этого, уже проведя весь этот анализ, составляется план. Если налогоплательщик попадает в зону риска, то он обязательно включается в план проверок и, конечно же, попадает под проверки. Огромное внимание уделяется всем обращениям граждан, особенно там, где зафиксировано, что не применяется кассовая техника, не выдаются чеки, либо нет разрешительных документов вообще. Если, например, неоформленные трудовые отношения, то есть вот таким обращением огромное внимание уделяется и обязательно этот налогоплательщик, на которого поступил сигнал, будет включен в план проверок и будет обязательно проверен. Вот, кстати, о проверяющих. Как понять, что это именно проверяющий, не какой-нибудь мошенник? Документ специальный должен перед ним проверяющий человек? Что за документ, это удостоверение, что это? Для проверяющих, когда они проводят проверку, они вручают объекту, проверяемому объекту поручения на проведение проверки, которое должно быть подписано начальником налогового органа и завизировано от печати налогового органа, а также они предъявляют свои служебные удостоверения, в которых указана их фамилия, должность, которые внесены также в поручение на проведение проверки о применении контрольно-кассовой техники. Объект, который проверяется, фиксирует эти данные, то есть обязательно в поручении запишет, что он ознакомлен с поручением, ознакомлен с удостоверением, ставит свою подпись, должность указывает и дату. Если проверяемый объект уклоняется от того, чтобы зафиксировать эти данные, либо он отсутствует на проверке, налоговые инспектора все это фиксируют в этом же поручении и проводят проверку. Вот санкции какие-то штрафные предусмотрены за нарушение порядка применения вот этой вот новой контрольно-кассовой техники? Да. Закон федеральный 290 внес изменения не только в законодательство о применении ККТ, но и также в Кодекс административных правонарушениях, а именно статью 14.5, которая как раз таки и устанавливает штрафные санкции за нарушение законодательства о применении ККТ. И если раньше за нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники штрафные санкции выносились в виде предупреждения, либо штраф налагался, например, на физических лиц от 1,5 до 2 тысяч, на индивидуальных предпринимателей, должностных лиц от 3 до 4 тысяч, и на организации от 30 до 40 тысяч, то сейчас все изменилось. И, значит, штрафные санкции увеличились очень на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей минимум 10 тысяч, организации 30 тысяч минимум, но все будет зависеть от расчета суммы, которая была проведена без применения контрольно-кассовой техники. Большое спасибо. Наш эфир буквально практически уже завершился, поэтому еще раз, пожалуйста, те самые даты важные повторите, пожалуйста, для предпринимателей. Самая важная дата – это 1 февраля 2017 года, когда вступает в силу новый порядок регистрации контрольно-кассовой техники. Старую технику зарегистрировать, перерегистрировать уже будет невозможно. И с 1 июля 2017 года вступает в силу новый порядок применения ККТ и использовать старую контрольно-кассовую технику будет запрещено. Большое спасибо. Спасибо. Это была программа «В контексте о том, как в Севастополе проходит адаптация нового законодательства о применении контрольно-кассовой техники». Говорили с главным государственным налоговым инспектором контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы России по городу Севастополь Натальей Зацаринской. Зацаринской, прошу прощения, далее в эфире вы увидите еще много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин